Срочно! Что же сказал Хафиз Самандару перед боем? Всем привет, друзья! Вы на канале Антонова Мамэй. Прямо сейчас свежая порция новостей. Хафиз подписал контракт с крупнейшей российской лигой AC на 4 боя. Он высказался про Самандара перед его сегодняшним поединком. Еще Хафиз поддержал Самандара словами «Брат мой, делай все как обычно». Сам Хафиз не смог приехать в Абу-Даби на бой Самандара, потому что ему самому потребуется подготовиться к дебюту в ACA, который состоится 9 февраля. Зато менеджер Хафиза Бахридин Джалолов сейчас рядом с Самандаром и командой. Потихонечку выдвигаемся в сторону Мубадала-арена. Итак, через час будем там, в 18-м начало турнира. Ближе к 8-9 часам бой Самандара, друзья. В Абу-Даби будет мощнейшая поддержка. Здесь Самандар чувствует себя как дома. Ребята, хочу вам сказать, что сделать просмотр более увлекательным помогут мои постоянные партнеры из 1Х. Также у ребят можно будет зарядить на турнир, где выступает Самандар Муродов. Это очень круто. Больше 17 лет на рынке они ежедневно принимают прогнозы на спортивные события. Они спонсоры таких команд, как PSG, Barcelona, Team Spirit, а также главные спонсоры турниров ESL, футбольной серии A и многих других. Секрет успеха прост. Быстрые выплаты на большинство платежных систем, пополнение без комиссии, регистрация в один клик без паспорта и стабильность, проверенная годами. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии. Несмотря на то, что мы поволновались слегка за Лойка, что его бой отменили, в итоге все решилось само собой. Точнее, руководство UFC Дана Уайт приняли решение, что не будут переносить поединок Лойка Раджабова и Абдул Карима Аль Силвади на лето, как это было задумано изначально. Так что бой в силе, а это значит, что Лойк вернется в октагон на UFC 2 марта. Это будет турнир UFC Fight Night в UFC Epic в Лас-Вегас. Поединок Лойка и Абдул Карима ожидаемо пройдет в легком весе. Хорошо, что тренировочный кемп, который идет у Лойка, не пройдет даром. Он продолжает набирать идеальную форму, до марта еще остается много времени. Хуршет Назаров – темная лошадка. Так назвали его инсайдеры ММА. Он долго молчал, неясно было, какие у него планы на дальнейшие бои. И вот вам новость. Официально сообщают, что боец Хуршет Назаров с текущим рекордом 9 побед, 1 поражение подписан в Brave Combat Federation. Также официально написали, что Хуршет является перспективным бойцом. Наша федерация внесла достаточно усилий, чтобы он получил контракт в хорошей организации. Когда будет бой и кто станет соперником Хуршета, пока тишина. Но спортивные папарацци не спят, а значит, скоро появится информация. Ферри Дун проведет бой с Иваном Штырковым? Есть такая информация. Адилов Штырков. Вице-президент Айсей предложил интересный вариант противостояния. Асланбек Бадаев высказался. Я бы вообще выделил Ферри Дуна Адилова. На сегодняшний день больше всех билетов продает именно Ферри Дун, поэтому парню буквально с ума сходят болельщики. Я считаю, что он после гран-при в полутяжелом весе мог бы драться даже с Иваном Штырковым. Это был бы очень серьезный бой. Два антагониста с разными историями, с разной аудиторией, разным стилем. А для всех новых игроков, кто зарегистрируется по моему промокоду Антонов, ждет приятный бонус в виде до 25 тысяч рублей на первый депозит. Досматривайте и присоединяйтесь. Напомню ребятам, что после досрочной победы на ACA 168 Ферри Дун Адилов поднялся сразу на 5 ступеней. Ферри Дун на данный момент в топ-3 полутяжей ACA. Ребята, еще больше новостей и фото у меня в телеграм-канале, ссылка в описании. Там же прямые трансляции турниров. Заходите, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok